Всем привет! Сегодня уже 30 июля, Московская область. Я делаю летнюю обрезку лаванды. Это нужно сделать обязательно. Если вы собираете букеты, то, конечно, соцветия нужно было срезать раньше. Но если просто любовались, то соцветия уже практически отцвели. И нужно обязательно сделать летнюю обрезку, дабы сформировать красивый куст и вызвать у лаванды вторую волну цветения. Так, срезала я соцветия, придала форму кусту в виде шарика. Лаванда всегда красиво смотрится, даже если ее обрезать. Декоративность она свою не теряет. Такой зеленый, красивый, аккуратный шарик. И уже к осени она второй раз зацветет, не так обильно, но все же будет красиво. Я лаванду высаживала по кругу. Здесь два молодых куста я в этом году высадила. Ну, потому что отсюда два вереска убрала. И уже на следующий год круг замкнется. Высаживала я здесь 21 куст. Посередине небольшой розари, три розы. И получилась у меня целая тачка соцветий. Аромат, конечно, великолепный. И мне еще остается срезать 40 кустов. Сегодня уже 31 июля. И я также хочу подстричь почвопокровный седу. Сорт называется Dragon's Blat. Красивый почвопокровник. Цветет ярко-розовыми, мелкими, звездочными цветочками. Но у этого почвопокровника есть одно но. Его нужно срезать, как только начинают отсветать соцветия. Видите, я, конечно, опоздала с этим делом. А почему нужно срезать сразу? Потому что, когда начинают уже возревать семена, теряется декоративность. Если можно так сказать, что почвопокровник начинает полковаться. Нарастает очень мало листвы. Она не такая сочная, не такая яркая. Поэтому, чем раньше вы обрежете соцветия, тем лучше. Но, в любом случае, я и сейчас буду обрезать с помощью садовых ножниц. Пониже беру стебель и срезаю. Но ничего страшного, он восстановит свою декоративность. Если вы тоже опоздали с обрезкой, уже к середине августа будет красивый зеленый ковер. Почвопокровник замечательный. Выходит из зимы очень красиво. С такой мясистой, красивой листвой. Она немножко красноватая. Летом, видите, она зеленеет. Лист круглый и по краям зубчики. Сейчас все обрежем и покажу, как это будет выглядеть после обрезки. Срезала я все соцветия. Смотрится пока не очень красиво. Но ничего, после обрезки просыпаются листовые почки. И все зарастет зеленью. В этой части цветника у меня высажено 3 куртины. Раз, два, три. Здесь самое главное просто вовремя срезать. И будет тогда хорошо. Вот слово сказать, это ползучий щебрец. Он тоже очень обильный, красиво цветет. Я вам всегда его показывала. И я его никогда не обрезаю. То есть у него соцветия отцветают. И они все равно декоративно как-то смотрятся, не выбиваются из общего плана зелени. И потом вот молодая, когда зелень нарастает, эти соцветия, они как-то то ли уходят внутрь, то ли их потом вообще не будет видно. Вот за это я и люблю щебрец ползучий. Смотрите, как смотрится. Вот он. Осталось прям немножко соцветия. Вот они куда-то деваются сами. Мне еще остается обрезать седум в той части цветника, в дальней. Вот целая тачка из трех куртин вышла. Еще нужно пойти сейчас срезать. Хочу вам показать на примере. Я сейчас нахожусь в дальней части миксбордера Ривера. Это молодая посадка седума. И он только-только начинает отцветать. И вот посмотрите на примере, как нужно его вовремя обрезать. Вот сейчас обрежу, и вот листва останется декоративной. Вот тоже кортинка молодая. Начинает отцветать только. Именно вот в такой стадии нужно обрезать, чтобы седум не заполковался и остался такой красивый. Ну и так выглядят куртинки седума почвопокровного Драгонсблат после своей временной обрезки. Декоративность вообще не потеряна. Хочу вам показать еще, как расцвел Дельфиниум. Я купила его в этом году. Вы посмотрите, какой цвет. Насыщенный, чернильный и белая серединка. Осталось только на макушке бутоны, и все очень красивое. И посмотрите, как смотрится с гортендией фантом. Уже набирает бутоны. Очень красиво. Еще я хочу вам показать бутлею Давида. Я ее показывала, когда куст был маленький, и только были бутончики. Смотрите уже, какой большой куст. И некоторые соцветия начинают отцветать. Это насыщенный тоже фиолетовый цвет с желтой серединкой. Очень красивые метелки. И она прям вся-вся на бутонах. Каждая веточка заканчивается кисточкой цветочной. Прям к какой веточке я не подойди, везде будет цветочек. Смотрите, сколько. Высаживала я ее в прошлом году поздней осенью. Срезала над землей, оставляла сантиметров 10 и закрывала хвойным опадом. В Московской области она по сути не зимует. Вверх весь вымерзает. И весной она уже выходит прямо из земли. Еще один у меня сорт уже поздней осенью в прошлом году высаживала. Это уже цвет такой нежно-нежно-сиреневый. И тоже оранжевая такая маленькая серединка. И вся-вся на бутонах. Каждая веточка вся в бутончиках. Замечательное растение. Красивое. Тоже уже куст такой большой нарастила. Но в этом году поздно. Потому что холодная очень весна была с заморсками. Поэтому она долго выходила. Ну и зацвела поздновато. Так бы на неделе две она бы уже бы цвела полностью. Замечательное растение. Я прям довольна, что ее купила. Бутлея Давида. Еще хочу вам показать лилию. Она у меня высажена в цветнике каменный цветок. Называется Сибирь. Еще называют ее Сибирь. Это восточная лилия. Посмотрите же, какая она красивая. Найчистейший белый цвет. Край слегка гофрированный. Тычинки оранжевые с опылением. И она вообще не имеет аромата. Вот кто не любит аромат лилии, это лилия для вас. Крупный цветок. Очень крупный. Это при условии, что я ее только высадила весной. Замечательно. Мне она очень понравилась. Останавливая. Тильный. Снижение. Снижение. Продолжение следует...